Виктория Козлова 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 Есть три варианта операционных систем, на которых можно развернуть. Это Windows, Linux и Mac. Также FIBI можно легко поставить в тестовых целях себе локально. Есть пакетные установки для винды. В частности, сегодня я тоже вам буду показывать именно на своем частном установке сервер. Фактически мой компьютер является сервером. Мы заходим через браузер, мы указываем IP, пост, порт и строку подключения. Пользователи вводят логин, пароль. Также есть возможность подключаться, настроить и работать через Active Directory. Тогда пароль от Active Directory пользователи должны вводить. Существует глобально две группы пользователей. Пользователи, которые имеют возможность только смотреть дешборды и пользователи, которые могут разрабатывать. Сейчас мы зайдем под пользователем, который сможет только смотреть. Касательно интерфейса. Давайте все-таки зайдем под сначала администратором. Администратор FIBI также является разработчиком. И одну из лицензий разработчика он себе забирает. На пользователе-администраторе я смогу вам показать весь интерфейс. Он самый широкий здесь. Здесь мы видим верхнюю строку. Видно, под каким пользователем мы сейчас зашли. Можно посмотреть настройки, изменить то, что вам необходимо. И выйти. Здесь также плагин установлен, позволяющий менять язык интерфейса. Но пока русские они планируют только добавить. Основной элемент интерфейса – это территория, которая содержит все опубликованные дешборды, доступные пользователю данному. Раздел My Analysis – раздел Public Data. Здесь System Management. Раньше он назывался просто Management. И BI Tools тоже дополнительно. Также в шестой версии появилась корзина, которая не была в пятой версии, которую пользователи очень просили. И в случае, если вы что-то удалили, вы всегда можете восстановить. К слову, о отличиях пятой и шестой версии. Шестая версия была сильно переработана, дополнена, улучшена. В том числе на основании тех пожеланий и замечаний, которые были получены от российского сообщества FANBI. Вендор слышит нас, видит наши пожелания и оперативно включает изменения. То есть сейчас у нас уже 6.0.13 патч, версия. Буквально эти изменения произошли за полгода. Вендор учитывает и каждая версия минорная, содержит интересные разработки, доработки, исправление некоторых замечаний и ошибок. То есть вендор оперативно все исправляет и продукт развивается. То, что вы видите сейчас, буквально через несколько месяцев, может быть чем-то дополнено. Поэтому постоянно нужно быть в курсе тех изменений, того, что рекомендуют, то, что добавлено. И с радостью это использовать, потому что то, что вам, возможно, не хватало, вдруг может появиться. Поэтому отслеживайте то, что меняется в продукте. Как я сказала ранее, интерфейс состоит из слева у нас меню. Содержимое у этого меню отличается от пользователя, под которым мы заходим. У администратора, как вы понимаете, максимальное возможно. То есть у нас есть здесь управление, public data – это раздел, где готовится данных, это магазин данных. My analysis – это именно раздел разработки. У администратора есть такая особенность. Он может быть разработчиком и работать так же, как другие разработчики, но также у него есть возможность получить доступ к дашбордам и темам анализа других разработчиков и спокойно их отредактировать, получить, независимо от того, что делает другой пользователь. Доступен ли этот пользователь, можно ли просить. В случае, если пользователь не может внести правки, он в отпуске отсутствует, администратор может это сделать за него и все поправить. Зайдем сейчас под пользователем с правами просмотра. FunBI обладает очень широкой возможностью по настройке прав доступа, очень гибкими. Поэтому это, можно сказать, полноценный продукт. И здесь не надо дополнительно ничего допиливать, доделывать. Вендор все это уже реализовал. Как видите, под пользователем с правами просмотра у нас исчезает меню слева. Появляется только список разделов и дашбордов, которые доступны пользователю для просмотра. Давайте посмотрим. Это стандартные дашборды, которые предоставляет вендор, благодаря которым можно, в принципе, ознакомиться с возможностями FunBI и посмотреть, что бывает, что есть. Сейчас я не буду останавливаться подробно, просто расскажу про возможности интерфейса. Можно открывать несколько дашбордов и выстраиваются они здесь в закладочках. Пользователь может себе выбирать, указывать те дашборды, которые он считает самыми популярными, самыми часто используемыми. И тогда не выискивать их в общем списке тех доступных ему дашбордов, а переходить во вкладку Favorite и видеть только те дашборды, которые ему чаще всего нужны. Поэтому удобно использовать, не тратить время на лишнее. Так как здесь может быть огромное количество доступных дашбордов, и пользователь, чтобы оперативно нашел свой нужный сейчас и получил быстрый ответ и принял верные решения, ведь все это делается в первую очередь ради того, чтобы пользователи, принимающие решения, могли быстро получить доступ к актуальной информации и принять важные для компании, для бизнеса решения. FunBI позволяет, что может пользователь делать с точки зрения эксплуатера. Можно выполнять экспорт в Excel и в PDF. Экспорт выполняется в Excel. В каждой странице каждый компонент дашборда отображается на данные каждого компонента, и последняя страничка непосредственно на дашборд. Также есть, конечно, интерактив. Это самая главная, отличительная черта всех BI-продуктов. Это не статическая информация, которая содержится, например, в табличках Excel. Это информация, которая постоянно обновляется, изменяется с течением времени, когда появляются новые данные. И, безусловно, широкие возможности по интерактиву. Можно сфильтровать, здесь фильтров нет, переключать, смотреть данные. Можно также вот здесь увидеть именно информацию, которая, как вы понимаете, попадает потом в Excel. Видите, какие же цифры лежат за этим компонентом. Можно прочитать информацию про компонент, как называется, какой источник, и когда он был обновлен в последний раз. То есть пользователь всегда будет понимать, о каких данных идет речь, какими данными он работает. В случае, если потребуется, можно скопировать и отправить, и передать, чтобы данные обновились, если он понимает, что данных ему не хватает. Фильтры. И я расскажу подробнее потом в других днях. Просто хочу сейчас показать, что у пользователя большой вариант интерактива. Здесь достаточно простые, конечно, дашборды. Китайский рынок не привык более с каким-то сложным и интересным, поэтому и примеры достаточно простые. Но даже они могут показать те возможности, тот интерактив, который позволяет Find BI. Все очень эстетично, красиво, ярко, разноцветно, много различных возможностей. Также есть адаптация под экран. То есть, разумеется, мы работаем с разными мониторами, с разными экранами. Кто-то на ноутбуке смотрит, и все дашборды перестраиваются в зависимости от экрана. В случае, если какой-то чарт, какая-то визуализация вам кажется слишком мелкой, и вы хотите рассмотреть, пользователь может всегда расширить на весь экран. Также через мышку мы можем зумировать и посмотреть более внимательно те данные, которые нам хочется рассмотреть. Классическая возможность делать линкидж, так называемый, это фильтровать по выбранному значению. Остальные здесь, похоже, это не настроено. Об этом я, о возможности интерактива и как его настраивать, я расскажу отдельно. Find BI содержит большое количество уже чартов, так что есть из чего выбрать. Это будет чуть позже. Опять-таки сейчас я про интерфейс. Я хотела продемонстрировать, что пользователь с правами просмотра работает с дашбордами, смотрит нужное ему значение, принимает оперативные и важные решения для бизнеса. Разумеется, данные обновляются и перестраиваются все, поэтому пользователь всегда будет видеть актуальную информацию. Так же, как и у администратора, у пользователя есть возможность поменять свое имя, там юзер какой-нибудь, заполнить мобильный телефон, почту, пароль. Все это доступно из интерфейса. В случае, перейти на домашнюю страницу, и если вы понимаете, что у вас могли данные измениться, то вот здесь должен быть рефереш. Можно закрыть либо фуллскрин, там можно закрыть все вкладки, если вам кажется, что что-то лишнее. И оставить только то, что вам нужно. Вот у нас в меню появился рефереш, похоже, там не помещалось. В случае, если пользователь считает, что узнал, что есть какие-то изменения, нажимается рефереш, и сразу же будут виды изменения. Как раз особенность в NBI в том, что если разработчик в момент изменил справки в дашборд, то пользователь с правом просмотра при обновлении увидит сразу же эти изменения. То есть здесь нет длинного цикла, то есть если дашборд уже опубликован и доступен пользователю, каждая правка, внесенная разработчиком, сразу же отразится на дашборде. Сейчас зайдем под разработчиком и посмотрим вообще подход к разработке, как выполняется разработка в Fine BI. Здесь, как вы заметили, у нас появилось уже меню. У разработчиков также есть все папки с опубликованными дашбордами. То есть разработчики по умолчанию имеют права на просмотр. Но, как вы можете заметить, у разработчика появляется еще помимо экспорта возможность сохранить себе этот сабджик и его доработать, изменить и с ним что-то сделать. Но для чистоты эксперимента я покажу, как идет разработка изначально, вообще что предполагается под процессом разработки. Здесь у нас есть My Analysis, это именно раздел разработчика. И есть Public Data, это подготовленные данные, либо администраторам, если у пользователя нет прав, допустим, добавлять данные, то только те данные, которые администратор дал доступ, и тогда с ними можно работать. Либо здесь папочка добавляется, то есть это про источники, я расскажу подробнее позже. Здесь My Analysis как раз место разработки. И здесь есть такое понятие, как тема анализа. Тема анализа – это не дэшборд. Тема анализа – это предметная область анализа. И это значит, что эта тема анализа может содержать не один дэшборд, а несколько. Сегодня мы используем источник локальный Excel, классический суперстор, ну, не можете классический, содержащий три таблички. Orders, Return, Users. Здесь мы видим указанные типы данных. В процессе можно поменять тип данных перед загрузкой, если вы считаете, что тип данных FindBi определил неверно. Мы загружаем. У нас появляется вот такой стройный ETL-инструмент. Сегодня я не буду про него подробно рассказывать, просто знайте, что он есть. Также у нас появляется здесь возможность выстроить модель для темы анализа. То есть у нас есть связанный набор данных, и на основании этого набора данных мы можем создавать любое количество компонентов, любое количество дэшбордов. Это определенный датамарт в теории, если говорить о теории ДВХ. Здесь, если поля совпадают, то они будут автоматически соединены. Здесь, так как у нас наименование полей разное, то система предлагает нам вручную выбрать поля, по которым будет создаваться схема. Здесь поля совпали, поэтому автоматически нам создано соединение, и у нас появляется вот такая вот схема данных, и мы можем приступить к разработке компонентов и объединить их в дэшборды, которые мы хотим. Компонент представляет собой слева у нас источники данных, то есть те данные, которые мы можем использовать. Если мы понимаем, что нам данных каких-то не хватает, мы всегда можем вернуться в раздел «Даты» и добавить себе данных, либо еще Excel подгрузить, либо из различных источников, но это чуть попозже. Здесь мы можем из интерфейса… Здесь у нас только один тип подключения, один источник. Если в разделе «Дата» мы подключили данные с разным типом подключения, Find BI поддерживает тип подключения Direct и Spider. Spider данные загружаются на сервер Find BI, а Direct данные напрямую получают из источника, из базы данных, например. И тогда вы можете выбирать либо экстракт, либо Direct данные. Компонент может содержать либо данные из одного из типа источника, либо Spider, либо Direct. При этом на дашборде могут быть компоненты с разным типом источников данных. Либо Spider, либо Direct можно совмещать. Таким образом, Find BI предоставляет определенную гибкость. Различные данные по-разному можно получить, в зависимости от их состава, объема и частоты изменений. Справочники, допустим, или какие-то дашбор-компоненты, которые содержат информацию, редко меняющиеся, группированную, сгруппированную, подготовленную, итоговую, допустим, за предыдущий период отчетной. Она не меняется, она зафиксирована. Ее один раз загрузили и ее много раз используют. Данные, которые динамически меняются, актуально их можно получать в Direct-режиме и отображать на дашборде. Как видите, состоит, с точки зрения интерфейса, из трех частей. Здесь у нас раздел данных, здесь у нас раздел чарта, настройки чарта, свойства, фильтр компонентов, самого вот этого компонента и область разработки компонентов. Интерфейс и работа очень простая. То есть мы просто хватаем мышкой, те поля, которые нам нужны, и накидываем. В этом плане файнбе очень удобный, комфортный для работы. Здесь не надо ничего руками прописывать, какие-то формулы. Все очень упрощено. Целью этого продукта является именно главный потребитель, или это бизнес-пользователь, или пользователь с небольшим техническим бэкграундом. То есть вам не требуется здесь много что знать. Это визуальный интерфейс, и работа в визуальном интерфейсе происходит, и разработка в том числе. Из основных моментов. Давайте посмотрим. У нас есть раздел измерений и раздел индикаторов. Как видите, они подсвечены разным цветом. Синие – это измерения, зеленые – это индикаторы. Чем они отличаются? Индикаторы мы можем агрегировать, а дебеншины мы просто можем отображать. При этом случае, если вы понимаете, что у вас какая-то оказалась в мерах или в измерениях, вы всегда можете конвертировать одно в другое по определенным правилам. Но это все возможно сделать в интерфейсе, в контекстном меню. Всегда заглядывайте в контекстное меню, потому что там много заложенной функциональности, которая упрощает работу с продуктом. Так, например, в измерениях у нас есть сразу же возможность настраивать сортировку. Сортировка может быть как по убыванию, как и по возрастанию. По любому из полей источника и также индикатору, который положен в раздел индикаторов. То есть мы можем по сумме сортировать или еще каким-то образом. Также у нас есть возможность отфильтровать. В случае, если происходит группировка, то также можно настроить группировку. Либо данные объединяются просто в те же значения, либо настроить группировку по каким-то условиям. То есть сформировать группы, и они будут выводиться, вывести наименование. Что еще у нас есть в контекстном меню? Настройка Display Name. То есть поле может называться по-английски, потому что с точки зрения работы с формулами, английский лучше, проще работать. Но для отображения в интерфейсе вы можете указать российское наименование на русском языке. Оно будет вам удобнее. То есть ничего не поменяется с точки зрения источника. Если мы поднесем... Вот здесь мы видим, что источником является поле Region на английском и табличка Orders. Но при этом в интерфейсе мы будем видеть отображение на русском языке. Это очень удобно, потому что вам не надо переименовывать все источники. Вы можете использовать наименование полей из исходных таблиц в базе данных, которые зачастую именуются по-английски, а отображать их уже по-русски. Фильтрация. То есть если вы понимаете, что вам нужно использовать не все, именно в данном визуале, не все регионы, вы можете выполнить фильтрацию. Также очень легко делается. Фильтрацию можно делать как по самому измерению, так и по индикатору. Помимо прямого условия можно прописывать формулы, что еще более гибче дает возможность настройки отображения. Сегодня не буду подробно останавливаться, просто расскажу про возможности. Также вы можете добавить какие-то пояснения, что, зачем, почему, чтобы пользователи потом могли это увидеть. Можно в случае, если мы работаем с таблицами, вы также можете отобразить что-то в виде картинки, если у вас фактически содержится картинка, либо ссылка на картинку. Скопировать. То есть вы можете сделать дубликат мера, измерения. Это можно как с мерами, так и измерениями сделать. Либо удалить из полки, если вам нужно. Также можно удалять, просто выбрасывая мышкой. Если вы понимаете, что вы совершенно не то начали делать, вы можете просто очистить все полностью, все, что вы набросали в этот момент. Если вы поняли, что не то начали делать, чтобы поштучно не скидывать, скидываем все сразу. Переключение между типами чартов происходит в одно касание. Очень легко. Не надо ничего дополнительно делать. Также здесь есть возможность. Если у нас несколько мер, то можно разделить оси. То есть либо соединить, либо разделить. Либо это одна ось, либо две. В случае, если у нас одна ось, мы также можем настроить в измерениях левую и правую ось. Это все делается в контекстном меню меры. Пожалуйста, открывайте менюшки, потому что там много всего уже заложено. И вы сможете быстро реализовать то, что вам нужно. Иногда вы то, что пытаетесь найти, оно именно в контекстном меню находится. Дополнительно, что здесь еще у мер у нас есть? Спешл дисплей – это комментарии, анимации и картинка. Также система позволяет добавить две аналитических типы линии – это кордон и тренд-лайн. Тоже очень интересно. Там много что можно посмотреть. Настройка форматов также выполняется в контекстном меню. Можете прописывать суффикс, но в случае, если вы выбираете quantity unit, то он автоматически пока приписывается. Здесь вы видите пример того, как у вас будет выглядеть это в интерфейсе. Предлагаю пойти дальше. Мы также можем компоненты тоже докидать. Какие-нибудь у нас, допустим, дискаунт. Сейчас я просто набрасываю. Давайте посмотрим немножко интерфейс свойства самого чарта. Они немного отличаются в различных чартах. Мы это посмотрим в другой день. Сегодня так общая, куда смотреть, куда искать. Здесь, если вы видите шестеренку, то это всегда возможно что-то настроить, донастроить. То есть у нас есть там палитра плитки. Здесь всегда можно настроить цвета. Очень гибко можно выбрать цвет из палитры, либо завести явно код и его сюда, допустим, здесь скопировать, здесь добавить. Если вы знаете код откуда-нибудь, вы можете его просто сюда добавить и быстро использовать это значение. У нас появляется кастомный такой цвет, яркий, зеленый. Также настройка границ здесь и насыщенность. Если вы понимаете, что слишком большая насыщенность, можете ее снизить. Размер, либо здесь по умолчанию, если никакое поле мы не положили, то мы можем настроить ширину и закругленность. То есть Find BI позволяет это сделать мышью, удобно, никуда не надо лезть. Также вы можете по размеру скидки, допустим, положить, и у вас будут они отличаться в зависимости от значения. Label также позволяет настраивать. Еще хочу обратить внимание, что когда мы в контекстном меню открываем, вот по умолчанию у нас режим агрегации – это сумма, но при этом никто не мешает вам очень быстро получить другой режим агрегации – максимум, минимум, средняя, медианная и так далее. То есть здесь все выполнено в контекстном меню. И также дополнительно есть раздел быстрых расчетов. То есть, опять-таки, не надо писать формулы, многое уже продумано и прописано за вас, когда, вот, видите, Time Settings, посмотреть, проверить, что вообще доступно из быстрых расчетов и что ваша задача наиболее соответствует. Заглядывайте, проценты, то есть все можно посчитать. Обратите внимание, если мы на полке поменяли тип агрегации для меры, при этом в Label у нас осталось по-прежнему тот же самый тип агрегации, метод агрегации, будет это все замен... То есть оно автоматически не меняется. Здесь также надо вручную менять либо метод агрегации, либо быстрый расчет. Если вы используете, то здесь тоже это нужно сделать. Можно сделать каким образом? Опять-таки, сделать копию, ее сюда положить, чтобы второй раз не выбирать в меню то же самое. Просто копируете и переносите. Все мы бросаем мышкой очень легко. Промт – это всплывающая подсказка, которая тоже настраивается. Здесь широкий диапазон. Шрифт, размер, жирность, курсив и цвет шрифта. Также можно его настроить. Все меню с цветом можно гибко выбирать то, что вам нужно. Также здесь можно дополнительно выбрать что-то еще. Либо если вы удалили какие-то значения, можно восстановить по умолчанию. По умолчанию, как видите, все, что мы используем на всех настройках, оно здесь отображается. Если вы хотите добавить всплывающую подсказку, то, чего у нас не используется, допустим, мы хотим профит, чтобы еще был, помимо того, что тогда он тоже здесь появляется. И вы можете настроить ту подсказку, которая вам необходима и позволит пользователю получить максимальную информацию, но не отвлекающую от основного визуала, от основного дашборда и компонента. Также можно настраивать здесь цвет, цвет подложки этого всплывающей подсказки. А fine-grained – это то, по какому критерию будет дополнительно разделено значение. И здесь у нас появляется вот такой вот интересный рисунок, но не очень удачно подобрано, потому что custom name очень много, не стоит таких, допустим, регион. Вот у нас вот такой… Как раз я это делала с помощью включения стекинга, то есть если мы выключаем, то они все начинают с нулевого уровня, а если мы включаем стекинг, то они как бы подстраиваются друг напротив друга. В компонент-стайл также у нас есть гибкая возможность много чего настроить в компоненте, как и тип линии, его ширину, цвет, расположение легенды, где будет расположена легенда, шрифт легенды, бэкграунд, адаптация дисплея, то есть будет ли компонент встраиваться, значит, содержимое компонента встраиваться в размер, либо будет просто появляться скролл, и надо будет двигать. Здесь вот этот раздел отлично помогает реализовать все наши потребности. Мы возвращаемся в дашборд, то есть можем добавить дашборд и выбрать компоненты. Мы накидываем их просто мышкой, выбираем, у вас может быть еще один дашборд, и в него будет только один компонент, допустим, помещен, либо другие компоненты. Посмотрим интерфейс самого работы с дашбордом. В первую очередь, это, конечно, компоненты. Мы здесь можем выбрать те компоненты, которые нам нужны. Можно отсортировать по времени создания, либо сортировка по имени. Перечень фильтр-компонентов. У нас будет отдельный урок, я более подробно расскажу о каждом из них. Также набрасывается с помощью мышки, мы просто бросаем нужным нам фильтр. Также есть перечень дополнительных компонентов. Это текстовый компонент, это картинка, это веб-компонент и такое понятие, как таб-компонент, благодаря которому можно совмещать в одном дашборде отображать несколько дашбордов. И так же мы с помощью мышки бросаем табы нужные нам элементы. И мы создаем такой дизайн, но это тоже будет отдельно. Что мы можем сделать, какие у нас есть возможности при работе с дашбордом? В первую очередь, давайте посмотрим, это у нас тема анализа, мы ее можем переименовать. Касательно дашборда. У нас есть возможность его опубликовать. Если мы работаем под пользовательным разработчиком, то мы предлагаем к публикации, администратор принимает решение, будет ли данный дашборд отпубликован. То есть у нас идет два шага. Сначала мы отправляем, и только после согласования администратор отправляет на публикацию. Здесь у нас появляется, здесь есть возможность добавить с помощью плагином дополнительную функциональность. Об этом чуть подробнее. Настроить стиль дашборда. Есть уже встроенный стиль дашборда, который предустановлен вендором, и вы можете выбрать тот, который вам больше нравится. А также вы можете настроить кастомный, тот, который больше соответствует вашим задачам, брендбуку и пожеланиям. Палитра цветов здесь задается из 12. Если у вас визуал содержит больше цветов, будут они повторяться. Поэтому в таких моментах, наверное, лучше использовать автоматический выбор цвета. Далее. Мы можем настроить адаптацию. Мы можем выполнять разработку под фиксированный размер экрана. И у нас появляются тогда границы, которые нам показывают, какой же размер экрана, где нужно нам ограничиться, какими размерами. Здесь есть предложенные, а также можно вручную задать, либо автоматически. Здесь те варианты адаптации, которые будут потом доступны пользователю. По умолчанию, какой при предпросмотре будет правило адаптации. Также у нас есть рефреш. В случае, если вы там что-то поменяли, данные поменялись, и вы хотите обновить информацию, также можно сделать рефреш. Если вы понимаете, что вы что-то сделали, вы хотите вернуться назад, можно возвращаться, но у каждой, их не такая большая глубина, и будьте осторожны, когда вы что-то делаете. Возможно, придется переделывать, если вам не удастся откатиться. Также вы здесь можете выполнить экспорт уже на этапе разработки дешборда, и сделать предпросмотр, и увидеть, как же он будет у вас выглядеть. Если вы видите, у нас появилась возможность создать публичную ссылку. То есть даже если дешборд еще не опубликован, но мы можем создать публичную ссылку и ее дать внешним пользователям. То есть с помощью публичной ссылки можно показать дешборд тем пользователям, у которого не зарегистрировано в Find BI. У нас есть две настройки здесь. Password, Production. Если вас не устраивает предложенный пароль, вы можете нажать «Резать» и предложить вам другой. Вручную задать не получается. И срок действия этой ссылки вы тоже можете задать. Адаптация, Refresh. Переходим снова в редактирование. Есть у нас «Enable Default Linkage». Здесь также настраивается. То есть по умолчанию включено ли то, что все компоненты между собой могут быть управляемы. И если вы нажимаете на одном, то если они связаны по источнику, то данные будут тоже отфильтрованы на другом. В Time Refresh вы можете настраивать время обновления, чтобы видеть, как меняется, в случае, если у вас появляются новые данные. Также Find BI позволяет сразу же адаптировать разрабатываемые дешборды под веб. и вы будете видеть, как он будет выглядеть на веб-странице. Возвращаемся снова в режим Desktop. Тема анализа предполагает, что над ней могут работать несколько разработчиков. Предлагаю, сначала мы опубликуем наш дешборд в таком виде в папочку «Обучение». Посмотрим, в тиректории появилась ли у нас эта папочка. Не появилась, потому что нам нужно зайти под администратором и ее опубликовать окончательно. Это делается в System Management. Немножко об этом мы попозже поговорим. И у нас теперь в тиректории появился дешборд. И он будет доступен тем пользователям, которые имеют права на эту папку и на этот дешборд. Что я еще хотела отметить. Так как предполагается, что у нас может быть несколько разработчиков, работающих над одной темой анализа, есть такое понятие, как collaboration. В дешборде в теме анализа, точнее, именно тема анализа, мы можем настроить тех пользователей, которые тоже являются, конечно, для администратора не столь актуальны, но ладно, которые тоже могут редактировать данный дешборд. К сожалению, или к счастью, пока только в последовательном можно редактировать. То есть одновременно два разработчика менять и вносить правки не могут. Только по очереди. То есть один разрабатывает свою часть, второй разрабатывает вторую часть. И у нас так появляется набор дешбордов, привязанный к данной теме анализа, объединенных единым источником данных. Обратите внимание, также то, что принципиально изменилось по сравнению с пятой версией, каждый компонент работает с единой областью данных. То есть если вы добавляете какой-то параметр, допустим, в интерфейс, то создавая новый компонент, вам этот параметр уже будет доступен. и все расчеты, все калькулируемые индикаторы, расчетные индикаторы также будут доступны. Switch Data. Давайте посмотрим тогда тоже интерфейс вот этой части. Что мы можем делать? Можем добавить расчетное поле, здесь формулы. Это будет отдельная встреча. Пока просто показываем возможность. Параметр. Переключить источник. То есть если вы понимаете, что мета-ортерс, вы хотите это ортерс версии 2, вы просто переключаете источник с маппингом полей и сопоставляете те поля, которые должны быть. Автоматически все перестроится и весь дашборд перестроится под новый источник данных. В случае, если, конечно, у вас данные совпадают. По типу данных нет ошибок, не потеряны поля, тогда все будет хорошо отображаться. Можно отсортировать, раскрыть, собрать. То есть это достаточно здесь все удобно. Вернемся теперь еще во вкладках. Вот здесь немножко интерфейсные моменты посмотрим. Здесь в меню можно сортировать как по созданию, также по имени и также есть уже подготовленное «Copirated». Это те дашборды, которые настроены как с настройкой кооперации, опубликованные дашборды. «Copirated» это тема анализа, публикованная это атрибут дашборда, то есть публикацию публикуем мы именно дашборд, поэтому при выборе «Published» нам отображается перечень дашборда. «Share to directory» мы ничего пока не сделали, но давайте сделаем, чтобы стало понятно, что это значит. Помимо публикации у пользователя, у разработчика есть возможность поделиться этим дашбордом в директорию, конкретному пользователю, либо департаменту, либо роли. То есть все пользователи, которые обладают ролью или входят в департамент, либо конкретный пользователь, допустим, у нас был LDAP-ьюзер, вот мы ему хотим поделиться, мы начали разработку, мы еще не готовы публиковать данный дашборд, но мы хотим показать его, чтобы пользователь дал обратную связь по данному дашборду. И пользователь заходит в интерфейс, и вот здесь у него появляется перечень тех дашбордов, которыми с ним поделились. То есть этот дашборд, допустим, еще не оказался в публикованных, может быть, именно этот и оказался, не помню, я настроила. Но если дашборд еще не был опубликован, но мы хотим кому-то продемонстрировать уже и получить обратную связь, мы можем его просто явно указать. И только этим пользователям тогда будет появляться именно в этом меню. Вернемся к разработке. В My Analyze у нас есть возможность здесь сортировать публичные ссылки, тоже дашборды, для которых были созданы публичные ссылки. Пользователи могут создавать папки, структуру того, как у них хранятся их темы анализа, которыми они работают. Те общие коллаборейтед будут храниться в отдельной папке, по умолчанию ее нельзя удалить, она здесь системная, то есть она остается. В паблик дейта, это мы отдельно поговорим, но также здесь есть структура папок и возможность добавлять те источники, которые вам нужны. здесь можно выстроить ту структуру, которая позволит пользователям быстро находить нужные данные и не путаться. Также можно отсортировать либо искать по какому-то наименованию и вы будете находить именно ровно то, что вам нужно. Типы данных на сегодня, наверное, по теории интерфейса, наверное, все, что я хотела показать. Если остались какие-то вопросы, может быть в процессе общения рассказа возникли, пожалуйста, озвучьте. Здесь вот тоже я могу увидеть то последнее, с чем я работала, то есть все, либо то последнее, с чем я работала. FUNBI старается максимально оптимизировать вашу работу, чтобы не делать лишних движений, и у вас в быстром доступе было именно то, что вам необходимо, и позволить максимально быстро реализовать дашборд и сократить time-to-market, предоставить пользователям необходимые им визуалы, информацию, чтобы они приняли оперативно верное решение по бизнесу. Вика, у нас есть вопросы? Вот я вижу в чате 39. Да, вопросов много, на большую часть мы ответили. Давай озвучим самые интересные, на мой взгляд, и, возможно, ты тоже прочитаешь, что хочется озвучить слов. Ты показывала, что можно загружать модель данных, и, соответственно, у наших слушателей возник вопрос, можно ли изменить название полей на уровне датасета, чтобы не менять на каждом визе отдельно? Или как это делается? Так, еще раз, изменить информацию на уровне датасета. Поле переименовать. Да, это будет отдельный пункт ETL. Хорошо, я вам покажу. То есть, вы можете либо здесь сортировка, есть отдельная build settings, и здесь можно переименовать то, как вы хотите. дата заказа, и она будет так. Но с точки зрения формул, английские по умолчанию поскорее находятся, найти, подставляются, нежели русскоязычные наименования. Об этом был вопрос, или еще даже раньше, на более раннем этапе? вопрос был на более раннем, я думаю, Евгений, вы с нами, я вижу, можете уточнить свой вопрос. На уровне загрузки данных, вы имеете в виду, когда я делаю вот здесь? Можно я голосом прокомментирую? пожалуйста. То, что вы показали, это не аляс, это по сути переименование поля, а вы показали аляс на уровне виза, и в табло такая проблема была, когда у нас приходилось переименовывать в каждом визе отдельно. Собственно, аляс нельзя было создавать на уровне датасета. Я хотел как раз это уточнить. То, что вы сейчас показали, в ITL инструменте переименовали, это не аляс, по сути, вы переименовали поле, и дальше во всех формулах будет ссылка на это русскоязычное, что не очень хорошо. А как нужно, чтобы я не очень понимаю? Смотрите, есть аналог у суперсета, например, да, там другой подход. Там в настройках датасета можно указать аляс, и в формировании формул ты ссылаешься на англоязычное какое-то там наименование, но у тебя всегда в дашбордах уже в конечной визуализации показывается русское наименование. Ну, смотрите, вот правильно в ITL русское написать. Здесь я согласен, да, вот дата у нас, например, order date, да, а если мы хотим, чтобы в дашбордах это показывалось везде, как дата покупки, там, дата заказа, то нам придется в каждой визуализации отдельно заходить и отдельно прописывать. У нас, опять-таки, общий источник информации. Если вы здесь переименуете, то они во всех будут одинаково переименованы. У нас все компоненты работают с одним перечнем полей. И, то есть, вот здесь, вот когда вы в настройках... Если я вот здесь ренейм сделаю, но вот здесь ренейм не сделать, потому что это поля, то есть нам нужно вот здесь это делать, ренейм. То есть, если я вот здесь дата заказа переименую... И будете создавать другой виз, то он подтянет вот эту дату. А я не сохранила. Сейчас, давайте сохраним. Мы забыли сохранить. Вот я здесь save and update сделала. И у меня появляется дата заказа. И здесь я тогда делаю рефреш, и у меня вот здесь дата заказа. Если мы где-то используем... Я не успела его использовать. Если мы вот здесь в компонентах снова его будем использовать, он везде будет дата заказа. И он сразу же поменяется. Даже если вы вот здесь, где-то до этого было английское название, он автоматом его переименует. У него есть внутренние связки сущностей, они там как айдишники хранятся, и тогда оно все будет работать. Единственное, что FindBi очень не любит, если вы меняете наименование коннекта, и у вас на этом коннекте созданы источники, то раньше были проблемы, ломались источники. А если вы просто переименовываете поле, то оно автоматически подтянется, и все компоненты будут уже с новым полем. Давайте на другом проверим. Хотите? Смотрите, у нас есть категория. Вот категория, да? Давайте теперь в источниках, в данных вот здесь. Категория переименуем по-русски. Надо было несколько, наверное. А вы хотите в нескольких компонентах, чтобы мы посмотрели? Давайте вот здесь еще. Категория тоже появится. В таком случае у нас то есть это аляс, получается, у нас в формулах мы будем ссылаться на категорию? Нет, здесь не аляс, здесь именно мы переименовываем, да, здесь мы переименовываем так, чтобы в формулах писать категория отображалась категория, то это именно display name. То есть вы во всех формулах пишете отображение, но я согласна с вами, что display name тогда придется в каждом, по-моему, использовать. Хотя давайте посмотрим. Если здесь категория, категория, да, видите, display name не меняется, тогда в этой ситуации. Хорошо, я уточню у вендора, как можно это сделать. А можно я ворвусь в обсуждение? Я знаю один способ, как можно задать аляса. Например, у нас есть поле категория, какой-то показатель категории, и в нем, например, есть какие-то значения null, которые мы на нашей финальной визуализации на дэшборде не хотим показывать, а хотим их не null сделать, а, например, какое-то там, грубо говоря, нет данных задать. Если мы у категории нажмем выпадающее меню, там есть групп Customize Grouping, и мы можем какую-то категорию вынести в отдельную группу и просто ее как-то по-другому назвать. Например, у нас там будет группа, которая будет называться нет данных, и она будет содержать значение null. Таким образом, у нас наши значения без аляса, они останутся такими же, а то, что то название, куда мы хотим задать аляс, оно будет как раз-таки ему присылано какое-то наше кастомное название. Вот знаю такой способ. Не знаю, понятно, объяснила или нет. А он где-то документирован? Я вот, кстати, не знаю, есть ли он где-то в документациях. Просто, грубо говоря, значение, которым вы хотите задать аляс, вы просто им задаете группу и скидываете туда эти значения, переносите их в группу. это именно значение или наименование? Я просто по-моему, как наименование самого измерения. Это будут измерения, но не меры. Нет, я про то, что это про содержимое или про наименование поля? Ему будет задано именно конкретному, в конкретном поле конкретному значению будет задано другое название, как это было, например, в табло, когда мы у чего-то, у какого-то, тоже у нас, например, есть категория, есть какое-то название, мы хотим его чуть-чуть иначе переименовать. То есть вместо бумаги пускай будет другой, но это само название содержимого, значения, а не наименование поля. Я понимала, что именно не про наименование, а вопрос был про значение или про поле? Про поле, про поле. Ну вот это про значение, это именно про то, что мы можем переименовать или объединить в группу, либо переинициализировать само значение. А вопрос был именно про то, что если мы какой-то display name выбираем в одном месте, то мы должны вручную то же самое поправить и в других. Display name оно не распространяется на все поля с тем же самым source field. Все, тогда прошу прощения, я почему-то подумала про аналогию в табло, нет, здесь именно было о том, что... Какие в табло этого и не было. Ну как здорово, у нас с вами такая дискуссия получилась, и это радует. Также есть вопрос про масштабирование, то есть даже от себя добавлю, я знаю, что в пятой версии были проблемы при масштабировании, адаптации, соответственно, как здесь поведут себя графики, визуализации, сам дашборд, если изменится адаптация, то есть один смотрит с компьютера, другой с ноутбука, как будут подписи наезжать или распределиться. Здесь именно предполагается, что разработку вы можете ввести под либо конкретное разрешение, и тогда в других разрешениях будет адаптация выполняться. Конечно, чудес не случается, если дашборд содержит очень большое количество компонентов информации, то при смещении, если не будет места, куда смещаться, оно будет накладываться. При разработке и дизайне, конечно, такие вещи нужно прорабатывать, но при этом вы можете сделать копии дашборда под разные, допустим, разрешения, если вы понимаете, что очень большая разница, и нужно учесть вот эти размеры. А так по умолчанию идет адаптация, идет смещение, и в идеале при наличии свободного пространства, оно будет все красиво смещаться и аккуратно смотреться. Но если у вас будут конкретные примеры и вопросы, пишите в чат, будем рассматривать более предметно и детально именно вашу ситуацию, потому что мы сейчас говорим в общем. Можно я прокомментирую тогда? Да. Тут вопрос больше не в масштабировании, в смысле дашборда самого, а, например, графика. Если мы выбираем последнюю неделю посмотреть по дням, у нас будет там 7 значений, например, и 7 цифр у нас корректно влезут. А если мы захотим по дням посмотреть последние там полгода, то у нас, соответственно, таких значений уже будет слишком много, и они все не влезут. И с Tableau там была настройка, которая позволяла, ну, то есть, скрывать, чтобы они друг на друга не наезжали, и у нас там график идет, и где влезает, там вставляется значение, а где не влезает, там оно не вставляется, и это выглядит как-то аккуратнее. Это проблема скорее при изменении временного промежутка, и тогда у нас разное количество значений попадает на график. Тут при дизайне это уже не угадать. Это не зависит от масштаба, не зависит от устройства, на котором ты смотришь. Можно выбрать там 7 дней, можно выбрать там год. Наталья, вас не слышно, если вы что-то говорите. Да, я не хотела, чтобы лишние звуки было. Смотрите, вот пример. У нас много значений, и они вот так накладываются. Если мы делаем адаптацию overall, то у нас всегда значения будут вписываться в размер выделенного компонента. Если мы выделим стандарт, то у нас появляется scroll, и оно будет как бы выглядеть более компактно. Можете также в случае, если мы используем лейблы, какие-то значения в лейблах, мы также можем настроить у нас разрешать скрывать, смещать позицию, либо всегда перекрывать. То есть здесь вы можете настроить именно лейблы касательно лейблов. А здесь вопрос именно, что сами данные, сама косяк сокращается. Вот поставьте так, только чтобы горизонтального scroll не было. И как поведут сюда подписью. Вот так. Вот можно сделать так, чтобы горизонтального scroll у нас не было, и подписи показывались не все, а только выборочно, которая вылазит просто. Или как максимум, минимум, еще тоже интересная настройка была. Нет, так не получается. Хорошо, я посмотрю. Максимум, минимум, да, можно настраивать, но это именно касательно лейбла, то есть у нас макс, минимум, локация, тегов, или следующий топ, макс, минимум. Но именно мы здесь говорим сейчас не про лейбл, а именно про расположение. Здесь, конечно, пока я не вижу возможности, чтобы автоматически система могла как-то либо количество значений уменьшить. Правильно я понимаю, что табло просто уменьшало количество отображаемых значений, если вдруг не помещалось. Да, все верно. Хорошо. Я думаю, интересный кейс, стоит записать и даже отдельно, когда мы поищем, посмотрим более детально, выложить в чат видео, для того, чтобы как раз Евгений и все присутствующие, также те, кто не успел подключиться, посмотрят. Интересный кейс. Предлагаю идти дальше, время у нас уже, конечно, поджимает, но предлагаю разобрать еще два-три вопроса. у нас Роберт Глухов поднял руку и есть вопросы. Да, коллеги, добрый день. Ну, мы в целом там, спасибо, во-первых, за доклад, вот так достаточно пробежались по всем моментам, там, касательно загрузки данных, визуализации, администрирования даже есть, возникло несколько вопросов. Вот касательно загрузки данных, ну, Excel-то хорошо, но все как бы пользуются базами данных, и как осуществляется инкрементальная загрузка данных, есть ли она вообще, да? Я все это расскажу, да, есть, я специально сегодня сделала именно на Excel, для того, чтобы оставить эти все вопросы для отдельной темы, у нас будет курс, это 8 уроков, поэтому... во-первых, у нас два типа подключения SpiderDirect, вы выбираете, можно, вот у нас там Database, вы выбираете подключение, которое используют, то есть вы выбираете табличку, перечень таблиц, которые будут в этом подключении, по этому подключению можно получить, также есть возможность SQL-ку, написать запрос и получить данные именно в том формате, которым вам нужно. Инкрементное обновление настраивается вот для настройки расписания, либо вот здесь у вас есть increment mode, инкрементное добавление и инкрементное удаление. Сначала происходит удаление, потом добавление. Есть системный параметр, который обязательно нужно использовать, ну, не обязательно нужно использовать, но если вы их хотите, то нужно именно просто нажать вот так и использовать, ручную не прописывать, они тогда работать не будут. Можете выполнить превью, здесь оно какое-то время занимает. Мне кажется, просто я, возможно, не поправил именно этот коннект. Там пароль изменился. Preview позволяет увидеть пример данных, который будет, и SQL-запрос, который выполняется. SQL-запрос в виде Select. Там нет ни Delete, ни Insert, только Select, именно той пачки, которую вам нужно выбрать. Все есть. Настройки гибкие. Покажу отдельным уроком более подробно, как это все происходит. Это не совсем инкрементальная загрузка. Например, я с кликом работаю, и, допустим, у клика есть условно QVD-файлы, ты полностью выгружаешь данные в эти QVD-файлы, а потом, соответственно, новые данные, когда появляются, ты к существующему массиву данных добавляешь новые данные. То есть то, что вы показали, это частичная загрузка, когда ты SQL-запрос. Да, частично. Это не по триггеру, когда у вас автоматически обновление данных происходит по мере их добавления. Смотрите, значит, инкрементальная загрузка, то есть условно, когда ты работаешь с базой данных, есть ли какой-то тип файлов в Find.bi, вот как вот в ClickSense есть QVD-файлы, которые ты массиваешь данные, то есть ты, получается, каждый раз должен подключаться к базе данных и, соответственно, гонять оттуда данные. Даже когда тестируешь данные, условно, ты сначала применил LabJoin, потом понял, что тебе надо RightJoin, и ты как бы все обращаешься к базе данных. Я правильно понимаю? Если вы в директ-режиме работаете, то да, а здесь же спайдер, вы загружаете. Здесь немножко по-другому. Насколько я понимаю, в клике там вообще данные являются непосредственно частью дашборда. Здесь это отдельные сущности, то есть вы массив определенный, создаете каталог магазин данных, а далее вы их используете, переиспользуете, публикуете. Вот этот магазин данных, он получается, условно, отдельно идет от базы данных. То есть, допустим, вот есть, например, SQL-запрос, вот ты выгрузил вот этот массив данных. Ты его выгрузил, у тебя создался какой-то там срез в Find BI, да? Да, если это спайдер, то вы эту часть загрузили на сервер Find BI, и вы с ним работаете. Потом вы можете дополнительное преобразование делать, делать дополнительные датасеты, но вы работаете. Если вы подключаете в директ-режиме, то каждый раз либо кэширование происходит, либо вы каждый раз запрашиваете по этому условию данные, и это будет прямое подключение. Но при этом одни и те же данные могут использоваться в любом количестве компонентов и дашбордов. То есть здесь нет такого, что данные являются сущностью, частью, дашборда, и они заново-заново должны получаться для каждого дашборда. Да, плюс дополню, что есть инкрементальная, ну, то есть, сэл, господи, данные кэшируются, соответственно, есть время ограничения кэша, сколько он идет. То есть, inMemory движок собственный Find BI, соответственно, это не база Clickhouse, как многие используют сейчас для горячего слоя. Здесь именно один раз закэшировалось, и все спокойненько используют. В зависимости от данных можно настроить, когда кэш будет сбрасываться. Ну, это мы отдельно рассказать. Ну, я понял, да, я как бы про общую инкрементальную загрузку. Но здесь именно инкремент. То есть ее, получается, условно нету. То есть, когда мы к массиву данных, которые уже ранее выбили. Нет, вы можете не удалять. Я просто здесь у меня был запрос, именно когда часть удаляется, часть добавляется. Вы можете не удалять ничего, а здесь просто выставить таймстайм, то есть данные после последней загрузки. Они будут загружаться, и у вас эти изменения появятся. Это и есть инкремент. Ну, вот incremental update mode, он так называется. Он будет дописывать те части данных, которые появились после последней загрузки. Если это мы, ну, это спайдер. Да, но при этом мы используем ресурсы сервера, которые условно хранят нам предыдущие массив данных. Ну, хорошо, я понял. А сервера, чтобы файлики дописывали, чтобы файлики, отдельный файлик, который содержит именно дельту, а все остальные содержали множество файликов с дельтами. Правильно я понимаю? Ну, это, наверное, какая-то внутренняя архитектура именно решения самого. Файнбай сохраняет у себя на жестком диске. Какая именно структура, я точно не знаю, и пока не погружалась настолько глубоко. Но если вы понимаете, что у вас источник большой, и вам, понятно, обновлять полностью не надо, вы обновляете только новые данные, получаете. И у вас в спайдере на сервере файна появляются новые части данных. На мой взгляд, это и есть инкрементное, добавочное обновление информации. Хорошо, понял. Так, по визуальной части есть вопрос. Я правильно понимаю, когда мы, соответственно, получается, формируем дашборд, они там три визуализации выявили, они изначально между собой не связаны. То есть, получается, мы связи между этими визуализациями настраиваем уже в настройках дополнительных. Если вы про вот эти линкеджи, они по умолчанию как раз вот это и есть. Enable Default Linkage, если она включена, то они по умолчанию все связаны. Если, ну это как раз тема линкеджей была, если вы хотите дополнительно вручную настроить, то есть в контекстном меню, заглядывайте в контекстное меню. Кстати, да, я забыла, наверное, посмотреть, показать. То есть вы можете вот здесь настроить при этом либо автоматически, либо кастомно, указав те поля, которые тоже, кстати, вендор недавно поправил. Раньше при кастоме все поля одновременно появлялись, приходилось удалять лишнее, что неудобно. Вот они поправили буквально в последней версии по нашим пожеланиям. Вендор нас слышит. Да, я понял, хорошо. Если вы настроите, то есть мы это все дополнительно можем потом еще посмотреть. Я в каких-нибудь уроках расскажу. Ну, вообще-то тема именно как раз всех линкеджей, джампов. Ну, я именно про общий вопрос условно есть, нет. Да, есть, по умолчанию включено. По умолчанию включено, вы можете отключить и сами вручную настраивать направление и какие между собой компоненты связаны, какие не связаны. Конечно, не всегда нужно, чтобы все компоненты между собой были связаны. Такой, если быстрый вопрос, еще тоже хочу отметить, что так как у нас могут быть компоненты на разных источниках, то есть даже разных типах данных. Здесь, когда вы выбираете, но здесь у нас один, и поэтому все схоже. А так вы можете выбрать, у вас будет из одного, допустим, источника данных не связано с другим. То есть здесь мы выбираем табличку. Они не обязательно должны быть в одной схеме. Если там у вас директ и спайдер, они будут в разных схемах, но если поля содержат одинаковое значение и теоретически могут быть связаны, вы можете их связать. Здесь нет однозначного требования, чтобы они в одной схеме находились. Понял. Следующий вопрос касается, условно, роли пользователя, как он взаимодействует при том, когда визуализация, получается, дашборд обновляется, получается, переопубликовывается. То есть есть кнопка «рефреш», но… Он не переопубликовывается. Он, если уже опубликован, вот мы опубликовали дашборд. А, не помню, тот ли мы… Давайте вот этот какой-то дашборд, вот этот опубликуем. Я под администратором. Под администратором. Что-то я… Не тот, я, по-моему, опубликовала. Давайте вот этот, раз мы его опубликовали. Сейчас не буду быстро разбираться. Мы, допустим, здесь что-нибудь поменяли. Не знаю, что-нибудь. Давайте, типа, черт, поменяем, чтобы было видно. У нас он сразу меняется. Видите, я поменял, он моментально все меняется. Наталья, смотрите, вопрос не в этом был вообще. Вопрос в чем? Я, как пользователь, работаю с дашбордом. Ну, то есть там что-то делаю. У меня открыта в этом плане страничка. Просто как обычно, бизнес взаимодействует. Рассказывает, используя, работает с дашбордом, все. А я, как разработчик, другой, точнее, разработчик, переопубликовал дашборд. Ну, что-то поменял. Пока он не нажимает. То есть он уже, не знаю, в 10 часов опубликовал. Я, как пользователь, 10 часов работаю с дашбордом. Я пока не нажму кнопку «Рефреш». У меня дашборд не обновить новые данные. То есть я могу до 11-12 часов. Нет, обновить на самом деле. Любое вот, это как веб, поэтому любое изменение в обновлении страницы, оно тут же обновляет. Даже я сейчас не нажимала «Рефреш», просто как-то страницу. Оно моментально появится. Здесь такого, поэтому если вы не хотите, чтобы пользователи сразу же получили изменения, или вы пока в процессе, не редактируйте опубликованные варианты. То есть опубликованные лучше не трогать. Можете всегда либо создать копию, то есть опубликованный дашборд вы копируете, потом опубликовываете, а тот снимаете с публикации. Это достаточно просто делается, очень просто делается. Вы просто вот здесь удаляете, и все, и он снимается с публикации. Или делаете в самом компоненте, вот здесь делаете в дашборде, делаете unpublished, и он снимается с публикации. Ну, хорошо, я понял. Тут скорее просто вопрос был, что когда данные там добавляются, да, то есть в режим браузера, да, то есть мы просто так цитировали внимание на кнопке «Рефреш», что логичный вопрос, что если у нас будет на кнопку «Рефреш», то у нас пытается ничего не обновить. Просто у нас были моменты, когда либо они страницу не обновляли, а я уже поправила, и пользователь говорит, ну что, вот обновил, да, я изменила, нажмите «Рефреш», чтобы явно это. То есть там, скорее всего, этот вопрос, не обязательно кнопка «Рефреш», это вообще любое обновление браузера. Ну да, логично. Поэтому если он сессию не соединился с сервером, оно будет виснуть, но оно все равно обновится. То есть любое действие с браузером, оно обновит. «Рефреш» — это явно, если вы, пользователь, сказали, что он очень ждет правок, и они просто нажимают просто обновить. А следующий вопрос также связан с взаимодействием пользователей. Это как раз вопрос вообще как раз масштабируемости. Вот у меня работают тысячи пользователей. Тысяча пользователей у меня работают с дашбордом. Если, во-первых, кэш, ну то есть кэш, что я подразумеваю под этим, например, один пользователь выбрал какой-то фильтр, да, там, не знаю, там, какой-то компонент, выбрал там конкретный. В клике, например, так я с кликом работаю, поэтому провожу налоги, есть такая тема, когда, что, ну, клик кэширует данные, и если другой пользователь там через какое-то время, да, до, ну, пока там дашборд не обновится, там, заново, и кэш не сбросится, выберет такой же фильтр, такое же значение, у него автоматически очень быстро, соответственно, этот кэш подтянется и отобразит визуализацию. То есть, грубо говоря, дольше всех визуализация грузится у первого пользователя, который, ну, так скажем, там, просто работает. Вот есть ли такой горячий кэш у клика, у Find BI? У нас есть кэширование, вот я как раз открыла системные настройки, есть возможность кэширования экстракт, спайдеровских тоже, потому что Find BI использует два типа памяти, HIP и Direct, какой-то Direct in Memory, для того, чтобы именно быстро получать информацию с жесткого диска. и кэширование тоже есть на уровне спайдера. Также есть кэширование на уровне Direct подключения, если вы, допустим, ну, Direct настраиваться здесь либо глобально, либо локально, каждый источник можно по своему правилу настроить обновление кэша. А если по-русски, что это означает? То есть это, получается, у нас то, о чем я говорю, что… Да, то, что вы говорите. Если… То есть первый разогревает дэшборд, а второй пользуется этим результатом. То есть если касательно спайдера, я не замечала такой разницы, наверное, у нас не было таких просто примеров. С Direct я проводил эксперименты, проверяла. Да, действительно, мы разогревали, действительно, это сильно ускоряет работу. Если особенно число комбинаций… Мы говорим о миллионах данных. Да, да. Ну, там, конечно, если кэширование происходит, вы понимаете, у нас и актуальность данных тоже не настолько быстро меняется. Если они в кэше, то если данные поменялись, то пройдет время, пока кэш очистится, новый появится, чтобы данные появились новые. Но это всегда мы платим одно за другое. Последний вопрос как раз связан… То есть мы чуть пробежались по администраторским вариациям. Да, но этот курс я не… Я не совсем… Ну, я просто, условно, мне немножко возник вопрос вообще роли администратора. То есть, ну, как обычно происходит. То есть есть много команд. Много команд пользуются продуктом. У каждой команды есть какой-то отдельный стрим. Ну, в данном случае, я так понимаю, какой-то свой отдельный каталог. Получается, в каждой команде должен быть назначен какой-то человек… Субадминистратором. Который будет, получается, удовлетворять разработчики… Ну, это же не совсем удобно. То есть у меня работа, там, пять разработчиков. И получается, что им нужно… То есть либо каждому давать администратора, если есть такие вопросы… Нет, это, конечно, неправильно. Либо у вас есть один администратор, и есть субадминистратор, который отвечает за свою зону. И ФайнБи предоставляет возможность делегировать права управления. Ну, просто если у меня администратор в отпуске, мне нужно, получается, в команду еще одного администратора… Ну, ели бы… Я могу всех разработчиков сделать администраторами, чтобы они… То есть, допустим, они работали… Это опасно. Это опасно, потому что вы понимаете, что чем больше людей имеют доступ к управлению, тем больше возможности где-то что-то настроить, и это будет иметь глобальное влияние. Ну, вообще, для меня администратор – это человек, который, соответственно, занимается… Ну, действительно, администрированием сервера больше, да, чем какие-то дашборды. То есть… Ну, у меня вот… Нет, администрирование дашбордов вы имеете в виду публикация, что если нет администратора… Нет, вы можете настроить, чтобы пользователь именно выделить, именно дать права на публикацию. Частью не так делается, что пользователи сами публикуют и сами принимают решения. Пользователи? Не пользователи, а разработчики. Разработчики. Ну, пользователи и разработчики, да. Они же тоже пользователи, да. Разработчики принимают это решение, но опять-таки в 5-6 версии поменяли немножко подход, в 6-ой не было вот этого разделения public data, там было просто, в 5-ой не было public data, просто было data preparation, и началась просто мусорка, потому что каждый разрабатывал, каждый что-то там делал, и очень много однотипных источников, они быстро копились. Поэтому началось вот это разделение, что есть public data, это опубликованные, которые созданы администратором, либо кто-то разработал, допустим, датасет, его предлагают на публикации для того, чтобы им могли пользоваться другие разработчики. Тогда в public data появляются только те, которые данные действительно нужны, и они не дублируются, потому что каждый датасет забирает свою часть физической памяти жесткого диска. То есть в данном случае нельзя переопубликовать существующий даже торт, то есть в смысле нужно, получается, сделать 2.10 опубликовать и удалить старт? Если, да, если вы хотите, то есть тут нет версионности, нельзя редактировать, то есть если вы хотите не трогать текущие, чтобы не было никаких рисков, то вы делаете просто, да, копию и работаете с ней, и переопубликовываете следующий вариант. Нет, в смысле есть дашборд общий, да, там, отчетность управленческая, я работаю в копии, да, там, создаю какую-то новую визуализацию. Я могу там, условно, по одной кнопке переопубликовать этот дашборд, то есть, соответственно, просто функция есть такая, опубликовать существующие, заменить существующие условия. Нет, такого нет, вы публикуете и удаляете, то есть один publish, другой unpublish сразу делаете. А ссылки, получается, меняются, то есть, ну, как бы бывает такая ситуация, ссылки меняются, и получается так, что если… Каждый дашборд – это отдельный юнит в базе данных FindDB, и они будут меняться, нельзя ссылки сохранять. И веб-ссылка, внешняя паблик-ссылка тоже нужна, а это сущность дашборда. Ну, вообще, это неудобно, и на самом деле было бы интересно, если бы вендору предложили все-таки историю, так скажем, с перепубликацией дашборда, потому что, ну, по многих компаниях крупных сделано так, что, ну, там, тысячи пользователей, да, не все пользуются, там, хабом, каталогом, то есть им как-то, точнее, просто ссылка у Кивики, ну, у них ссылка есть какая-то, да, они там себе закладку добавили и по ней заходят. И, соответственно… То есть при публикации, чтобы можно было сделать здесь процесс не просто опубликовать, а, допустим, переопубликовать и заменить второй дашборд? Хорошо, мы перед этим вашим заменить. Здесь только есть, получается, либо разрешить, либо запретить и написать сообщение, указать имя и в какой каталог, но нет возможности. Причем здесь можно в несколько, по-моему, опубликовать одновременно. Могу добавить еще, тоже столкнулся с таким же кейсом на другой платформе, нас заказчик просил попробовать либо айдишник дашборда, чтобы он фиксировался как-то, и тогда он в ссылке участвует как ключ, и можно было его переопубликовать, не меняя ссылку. Вот мы тоже с вендором дополнительно такую же историю прорабатываем. Может быть, есть возможность там ключ или идентификатор дашборда сделать неким таким уникальным айдин, который разработчик может менять. Я вас поняла. Хорошо, мы передадим вендору эту информацию. Спасибо, очень интересно. Еще буквально. Да, пожалуйста. Роберт, я смотрю, у вас очень много вопросов, просто они такие более точечные. Я предлагаю нам с вами... Нет, это не общие вопросы. Нет, я просто предлагаю даже отдельно созвониться, и мы более подробно пойдем по вопросам. Ну, то есть я же все-таки, люди здесь присутствуют. Просто нет, я хочу у вас получить ответ «да-нет», а Наталья очень обвиняет детально. Хорошо, прошу прощения, я. На самом деле, у меня устраивает ответ «да-нет». Еще один вопрос. Мы как раз рассматривали пример с полем каталога. Пере-ренеймингом, алиэсами. Я что-то упустил момент, есть ли здесь мастер-меры, мастер-измерения. То есть, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Нет, вы из какой-то своей тематики. Хорошо, хорошо, я понял, значит. Ну, в клике есть такая, тоже есть dimension, да, это измерение, и measure – это мера. Здесь, по-моему, называется индикатор. Да-да-да, индикатор. В клике можно создавать условно отдельный, то есть, мастер-измерения. То есть, ты там выбираешь поле, да, которое у тебя выкружено в твою модель данных, ну, и, соответственно, просто его сохраняешь. Ты можешь, там, допустим, сделать ренейминг этого поля, ну, то есть, чтобы визуализация отображалась по-русски, например. Все, у тебя вот это вот мастер-измерение готово, и ты это мастер-измерение вот так же в drag-and-drop переносишь на все визуализации, и, соответственно, у тебя это все сохраняется, и не нужно там отдельно, допустим, тот же ренейминг делать, да, там, лейбл менять и так далее. Вот есть ли здесь такая история, что одно поле зафиксировать условно, да, зафиксировать за ним какой-то функционал? Я поняла. Скорее всего, здесь ответа нет как раз именно про то, что мы говорили, что display name именно это вот на компоненте, они, оно не меняется и не фиксируется в источнике, вот, который нужно посмотреть, хотя, может быть, есть какие-то нюансы, я возьму тайм-аут и посмотрим, потому что есть какие-то там дополнительно они делали, но я так и не поняла, как это, возможно, использовать, там, было какой-то части, не дисплей, не дисплей, что-то они там комментарии, по-моему, добавляли к полю, возможно, про это, может быть, там, ну, скорее всего, пиратнее всего нет. Понял. И последний вопрос, значит, я правильно понимаю, что в данном, ну, как бы в этом инструменте, Find BI, Dashboard, это равно отдельный лист. То есть, что я имею в виду, ну, то есть, опять же, на примере клика, просто я не знаю, как там других инструментов сделано, условно, у тебя есть приложение, да, в этом приложении ты можешь устраивать несколько листов, на каждом листе ты можешь, там, расположить, там, кучу, там, визуализации, и ты, когда обновляешь данные, у тебя, ну, так как данные используются одни и те же, просто они в разных визуализациях, в разных листах, сейчас, соответственно, по сути, происходит одно обновление данных, и, как бы, соответственно, полностью обновляется приложение, и на каждом листе появляются какие-то дополнительные данные и так далее. А в вашей истории, вот каждый лист – это отдельный пункт меню для пользователей, просмотра, которые работают, как бы они отдельно, или пользователь сразу получает доступ ко всем листам? Пользователь сразу получает доступ к приложению, ну, там, опять же, можно внутри настраивать, там, доступ к, господи, там, или к листам, и там сектор доступа. Здесь, скорее всего, с помощью таба можно, вы можете… Это контейнер, это контейнер, я понял. Да, вы можете табом, и таким образом дашборд будет представлять собой… Вы кидаете сюда разные визуалы, и просто переключается пользователь, у него энное количество листов, но на одном… При этом вам никто не запрещает делать лонгборд, то есть длинный, это тоже здесь можно. Но дашборд, именно здесь, да, вы публикуете дашборд, и сущность, к которой работают пользователи, отображаются, именно дашборд. А тема анализа – это тема, это больше как раз атрибут, ну, элемент для разработчиков, которые понимают, к какой предмет анализа относятся, и дашборды создаются, в каком теме. И общая схема данных здесь. Просто если, вот, допустим, в двух дашбордах, то есть, получается, два, там, две, там, в каталоге, две, два листа, используется один и тот же массив данных, да, там, датасет. Они будут обновляться, да. То есть мы один раз, да, его прогоним, обновим данные, и в этих двух дашбордах, да, соответственно, как используется. Конечно. Я забыла показать очень классную вещь, интерфейс, ну, спасибо, вы мне сказали. Здесь есть возможность Linux View сделать, причем в последней версии они сделали уровни, с помощью которых можно посмотреть какой-то уровень данных. То есть вы можете увидеть, здесь, к сожалению, не очень наглядно, может быть, какой-то, то есть вы можете увидеть всю структуру, все источники, как они здесь объединены, все дашборды, все компоненты, в которых используются те или иные данные. И здесь будет вся вот эта схема, что с чем связано, видна наглядно. Понял, спасибо. У меня все. Где это лучше видно. Спасибо, коллеги, за вопросы. Я предлагаю нам уже финализироваться. Давайте подведем итоги. Получилась презентация, я думаю, вы согласны, что очень хорошо, для первой вводной. Мы обсудили с вами сравнение версии 5.6. То есть посмотрели на верхнем уровне, как построить дашборд от подключения данных до вывода первых графиков. Немного в рамках сессии вопрос-ответ коснулись администрирования. На этом первое занятие считается завершенным. На следующем занятии мы с вами рассмотрим, какие источники данных есть по NBI и можно подключиться из коробки. Настроим пару подключений боевых к базам. Сегодня был Excel. Далее мы будем рассматривать уже базы, какие есть связи и, соответственно, типы подключений. Поэтому предлагаю вам заранее уже подготовить вопросы для того, чтобы следующее обучение получилось у нас с вами более продуктивным. Мы встретимся с вами в следующий вторник. Также направлю за день ссылочку для того, чтобы у вас была всегда под рукой, в почте и также в календаре. Всем большое спасибо за вопросы. Очень интересно, как другие видят этот замечательный инструмент. Да, спасибо большое. Вы можете также накидать вопросы сейчас в чат для следующей встречи. Мы их учтем и обязательно озвучим, рассмотрим на сессии. Спасибо вам большое за рассказ. Удачных вам выходных. Всем до свидания.